Краснодарский край отличается исключительным разнообразием природных условий и естественных ресурсов. Во флоре края насчитывается около 3000 видов цветковых и высших споровых растений, приуроченных к различным условиям обитания. В состав дикорастущих полезных растений входят растения таких групп, как лекарственные, медоносные, дубильные, декоративные и прочие. Здесь приводятся сведения о наиболее распространенной группе — лекарственные растения. Многочисленные исследования в различных областях знания привели к открытию мощных биологически активных веществ различных химических групп — антибиотиков, гормонов, витаминов, гликозидов, алкалоидов, фитонцидов, которые определили новый этап в развитии медицины и играют все большую роль в разрешении основных проблем здравоохранения. Мощный арсенал лекарственных средств в России обогащается с каждым годом, более 150 видов растений, принятые научной медициной, которые широко применяются в фитотерапии и для извлечения из них лекарственных препаратов. По имеющимся данным, более 1000 видов различных растений используются в народной медицине, 769 видов растений применяются в медицине специального направления — гомеопатии. Использование растений с лечебной целью известно с глубокой древности, но и сейчас, несмотря на прогресс синтетической химии, интерес к лекарственным растениям не уменьшился. Хорошие лечебные свойства, доступность, отсутствие как правило, вредного побочного действия и малая ядовитость большинства препаратов из растений сделали их популярными и широко распространенными лечебными средствами. Весьма важное значение имеют лекарства, получаемые из растений, при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь до сих пор они занимают ведущее место, 77% медикаментов, применяемых для лечения этих заболеваний, приготовляется из растительного сырья. Из лекарственных растений изготовляется около 70% всех отхаркивающих и противоглистных, 50% кровоостанавливающих, более 55% слабительных препаратов. В настоящее время около 40% всех лекарственных средств получается из растительного сырья. Таким образом, лекарственные растения продолжают оставаться ценным, а в некоторых случаях незаменимым средством лечения. Спрос на лекарственные растения непрерывно возрастает в связи со значительным ростом потребностей химической и фармацевтической промышленности, экспорта и удовлетворения населения через аптечную сеть. Объем заготовок лекарственного растительного сырья в Краснодарском крае за последние годы значительно увеличен. Особенно возросли заготовки по таким важным лекарственным растениям, как дескорея, скополия, ландыш, аденис, пустырник, череда, водяной перец, боярышник, шиповник, зверобой, золототысячник, крапива, дуб-кора, мать и мачеха, подорожник и многие другие. В специализированных совхозах освоены и введены в культуру такие ценные лекарственные растения, как послен дольчатый, ами большая, наперстянка красная, шалфей лекарственный, мята перечная, мак масличный, ромашка аптечная, валериана лекарственная, белодонна и другие. У нас на канале описано более 170 видов лекарственных растений, главным образом дикорастущих, имеющих широкое распространение, а также растения, которые используются в виде простых лекарственных форм или в виде уже готовых препаратов, отпускаемых из аптек. Культивируемые растения на канале не освещены, за исключением ограниченного числа видов, имеющих важное значение для получения ценных лекарственных препаратов. Значительные успехи достигнуты в изучении действующих веществ лекарственных растений, в результате чего расширен перечень соединений, с которыми связывают биологическую активность препаратов из растений. За последние годы определена роль в лечебном действии таких веществ, как кумарины и фурокумарины, флавоноиды, микроэлементы, тритерпеновые сапонины и многие и другие соединения, содержащиеся в различных растениях. В этой связи и появилась необходимость создания этого канала, цель которого ознакомить вас с лекарственными растениями, уже разрешенными для применения в медицинской практике, а также привлечь внимание специалистов к изучению растений, известных в народной медицине. На канале сообщаются данные о главнейших лекарственных растениях, произрастающих на территории Краснодарского края. Кроме указаний об использовании растений в научной медицине, приведены также литературные сведения о применении их в народной медицине. Следует при этом иметь в виду, что лечение травами далеко не всегда безвредно. Многие лекарственные растения, оказывающие заметный терапевтический эффект, совершенно безвредны для организма. Однако имеются и такие лекарственные растения, которые при неумеренном их употреблении могут вызвать в организме человека самые тяжелые последствия. Поэтому лекарственные растения следует применять лишь после консультации с лечащим врачом или по его совету.